Анонсировали, анонсировали, и вот он, вот он здесь, Дмитрий Толобуев, который сейчас нам покажет, как Наталье Винокуровой защититься от меня в роли, в роли разбойника Вячеслав Громов, в роли жертвы разбойника Наталья Винокурова. Давайте каким-то образом разбираться, какие существуют самые распространения. Я хотел поздороваться. Доброе утро, дорогие красноярцы и жители нашего замечательного края. Давайте ваш вопрос. Вопрос, вот давайте разберем самую банальную, самую распространенную ситуацию нападения разбойника на хрупкую девушку. Ну, наверное, это будет не в подъезде, да, сейчас есть риски истолкнуться с хулиганами. На открытой местности. Да, 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 ну идешь, да, в чистом поле, в подворотне, где гаражи построены между гаражей, да, вот зачем вы поперлись между гаражей, да. Ой, я опаздываю на свой любимый сериал там. Нет, надо все равно думать, думать головой. Ну, в первую очередь, чтобы снизить риски, это может быть, да, подъезд, это может быть любое помещение, транспорт, там, не знаю, поезд, электричка, тамбур, везде. Ну, все равно, понимаете, Красноярск, Москва, у нас много неосвещенных мест, и вы это прекрасно сами знаете, где они могут только не попасться. Просто ты идешь от машины до подъезда, и так-то уже там тебя могут настигнуть хулиганы. Ну, и так, вот самое распространенное, вот, допустим, хрупкая девушка с пробежки, в спортивном костюме уже подготовленная. Если с пробежки. Азера. Давайте для начала, вы попробуете ее догнать. Да. Пробежали. Ой, девочка. Хорошо. Да, давайте самое, начнем вот с этого момента. Ну, да, наверное, как-то так, да? Очень просто. То есть, если вас, девушку, мужчину, не суть важна, сам прием механический и психологический, останавливают за это плечо, и вас вот так разворачивают, то вы попадаете, в общем-то, лицом к лицу. Если же вы будете разворачиваться в другую сторону, да, и при этом согнете, да, вот так, согнете руки, то при резком развороте уже рука противника будет отлетать. То есть, вы уже освобождаетесь. То есть, вот так, хватает. Да, резкий удар. Да, дальше уже идет режим отступления, разрыв дистанции и решение данной сложной проблемы, ну, несколько как бы другими способами. Здесь есть поэтапность. Чем вообще женская самооборона отличается от обычной? Уходом от конфликта. Уходом от конфликта. Упиганием. Это пункт номер два. А. Пункт номер один. Какой? Крик. Не попадание в этот конфликт. Да, это называется интеллектуальная защита. Это когда вы думаете, предполагаете, всегда немного опасаетесь и действуете так, чтобы свести к минимуму возможность попадания. Дальше, второй этап. Уход от конфликта. То есть, если видите, там, ну, ребята себя там курят, пивко попивают, да, то есть не надо мимо у них проходить там самое... А если идете, ну, то хотя бы там... Это называется такой прием психологический. Он называется, да, потеря привлекательности. Да, можно сморкаться, сопляться, можно изображать, что у вас третья стадия уже какого-то там заболевания. Ну, смех смехом, но эти вещи как бы действительно работают. Да, что касается самих приемов самообороны, то здесь своя специфика. Всегда идет более слабый против более сильного. Поэтому бить его кулаком. Ну, вот так прямо или, да, его не душить будет не... Если вы тренируете, и ваш удар поставлен, и смотрим резко, вы можете нанести ему удар, но это должно быть слабое звено, это где-то вот... Ага, гортань, да? Или коленок. Обычно распространенная ошибка, да? У меня во дворе говорили, поймай печеньку, когда били в кадык. Ловил, поймал, да? Ну, допустим, вот смотрите, я его развернула, отошла, он меня, значит, догнал. Ну, как так, подходит. Он, естественно, считает, да, что я слабее и не смогу оказать сопротивление. Я просто ему вот так делаю? Ну, здесь не совсем так. Это надо апперкот, это... Подбородок. Это другая технология. Здесь надо вот так. И хитрость в том, что дамский кулачок очень хорошо проходит. Подбородок и попадает. Вот. А если я боксер, и я уже в защите вот так вот стою? А, да, он может соинтересоваться, да? Тогда, да. Низ использовать. Если ты боксер и против девушки стоишь в боевой стойке, значит, ты труслив... Там у девушки нет никаких шансов. Трусливый боксер. Хорошо, таких не бывает, ребятам. Самый распространенный. Ладонь собрали? Да, собрали. Глазки прикрой. Упритесь, вот. Упрись ему в глазки аккуратнее. У тебя, слава богу, нету сейчас больших ногтей, упрись. Вот сейчас давай мы на тысячу рублей. Готов, слава? Вот она тебе сейчас будет в глазки давить, а ты на тысячу рублей попробуешь. Если не устоишь, тысячу будешь должен. Готов? Упирайся, 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 упирайся. Спасите его. Не очень, да, вот тут? Ой. Не упирается. Да. Глазом держать оборону сложно. Есть другие слабые, да, места, вот основания носа. Вот я могу мизинцем. Слава, ну падать мы не будем, но мы тебя сейчас дугой согнем. Ой. Мизинцем. Эффективно? Эффективно, я серьезно. Я не знаю. Да, здесь мы можем с тобой на пять тысяч поспорить. Ты не устоишь, помнишь, пять тысяч? Нет, спорить я не буду. Не могу убедить меня в настоящую женщину. Итак, это вот особенности женской самобороны. Второй такой фактор, это все-таки такая жесткость. Ну, иногда жестокость. Потому что если вам удалось противника уронить, как-то самое, завалить его, вы должны сделать так, чтобы он за вами уже не погнался. Поэтому режим добивания, жесткого добивания. Не надо включить, да. А басфайт с повреждениями, с травмами голеностопных суставов. Там у нас снимают камеры, нет? Да, видно. Да, боком чуть встань. Если девушка своим каблучком, особенно здесь ступинатором, начинаете по голени и сверху вниз сползаете, то у него голеностоп уходит вот стомри. Вот это положение. И если вы свой, пусть даже небольшой вес сюда нанесете, то после этого можете очень быстро, как вы делаете, красиво, элегантно убегать. Ему точно не захочется за вами гоняться. То есть, запоминаем, бегу вот сюда, сползаем и тут еще нажимаем. Сверху вниз и резко на перелом. Все, жив-здоров. Да, я-то пока да. Да. Да, еще какой-то вопрос у вас есть принципиальный, потому что женская самура действительно вещь своеобразная. Ну, это вот мы говорили про открытые помещения. Был конкретный случай. Мы, правда, были маленькие. Подружке мне стало плохо. Я проводила ее до подъезда в школе. А там, ну, был не жулик уже. Там был реально какой-то серьезный, прям негативный персонаж. В общем, она его оттолкнула и убежала к себе. Хорошо, были соседи в это дневное время. Они ее пустили. Но человек реально испытал просто колоссальный стресс. Она им когда рассказывала эту историю, я плакала и помню до сих пор. Потому что он зашел за ней. Как нам оттолкнуть? Она просто прошмогнула. Ну, маленькие были, да, она успела сориентировать просто прошмогнуть и... Как оттолкнуть здорово. Да, в закрытом пространстве. Напрягайся. Не получится. Закрой глаза. Поставь два пальца в глаза, в оба глаза. Нет, вторую руку тоже. Вот так. Пистолетами. Вот так, упрись. Упрись. Сейчас, если ты сделаешь два шага вперед, он будет упираться? Скорее всего, не будет упираться. Мне кажется, у меня голова штука. Поэтому здорового дядька, чтобы оттолкнуть, нужно воздействовать опять же... Ага, на всю мордочку. И основная ошибка, которая является стереотипом женского, что мы... Как в кино, да, главная героиня такая? И... Он сложился. Нет, друзья мои, природа так построила нас, мужчин, что вот это самолюбие и вот эту сердечную... Всегда защищают, да? ...сердечную чакру защищает очень резко. Вот. Правильно. Поэтому просто так не получится. Да, не бейте, в общем, да. Бейте. Но опять. Сначала сюда, и пока он здесь... Правильно, он уже знает о чем. И пока он здесь, потом только сюда. Но после этого надо очень быстро убегать. То есть нужен какой-то отвлекающий маневр, чтобы противник открылся. Что касается отвлекающих маневров, это такая специфика, есть такая техника, она присутствует во всем. И в ударной технологии, и в спорте, и в освобождении. Вот мы сейчас... Держи ее за руку. Держи за руку, крепко. Вот попробуй второй рукой бей сюда сколько хочешь, со всей силы бей. Не получается, не получается. Бей, смотри, я тоже бью, не получается. Теперь смотрим. Прежде чем ударить, мы его пнули по ноге. Ой. Повторить. Будем повторять, нет? Нет. Спасибо. Не надо. Держи за вторую руку, разбираем на шестя. Прежде чем освободить его, надо сделать ему ваву. Здесь, 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 здесь. Или самое, каблучком вот так по ноге. Ну давай побережем молодого человека, мы еще эфир вести. Вот этим отличается женская самооборона. А если вот какие-то договоры, знаете, переговоры, дипломатичность, вся вот эта ерунда, она здесь вот бывает. Это раздел психологической защиты, он очень сложный, потому что он требует такого, знаете, о психологическом равновесии. Ну, мол, если я ему скажу, слушай, чувак, что тебе надо? Вот у меня есть там телефон. Нет, не в смысле, что тебе надо, а... Ну давайте, да, меняться. Пойдем со мной, ты получишь все, что хочешь, что рам-пам-пам, заходите в павильон. Вот как бы, да, вот все, что хочешь, вот рам-пам-пам, только вот шампанское. Хочу шампанского. Заходите в магазин, берете бутылку шампанского. Типу говорите. Не хочу шампанского. Поэтому психологические методы самообороны, они работают, но они очень сложные. Сложные. Ну, это все не на всех, наверное. Да, советовать их просто так людям, ну, нет смысла, как бы, ну, поэтому аккуратнее с ними. А вот режим ухода, да, причиняем повреждения так, чтобы противник не мог за вами погнаться, вот как в сюжете было, да, скатился большой здоровый негодяй с лестницы, и сама лестница сделала за вас всю разрушающую работу. А вы, как вы говорите, проскользнули к себе домой. Ну вот и с этим разобрались, дамы и господа. Дальше я продолжать уже, честно говоря, не хочу, потому что у меня болит здесь, 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 здесь. Вот эту ногу я, пожалуй, оставлю при себе. Я буду уже как Джек Воробей с деревянной костиной ногой. Друзья, Дмитрий Толобуев продемонстрировал на самой половине человечества, как быть сильной половиной человечества и не дать себя в обиду. Наталья Винокурова, боевик в зеленом костюме, который причинил мне добро, что называется, в течение сегодняшнего импира. Как мог я старалась. Спасибо вам огромное. Еще раз приходите к нам, обязательно еще раз попробуем какие-то уже другие, более сложные вещи.